Здравствуйте, уважаемые участники форума «Открытая Россия». Я хочу обратиться к вам с новой повесткой. Но прежде всего я хочу обратиться к тем, кто в 2015 году поверил провокациям, которые шли в отношении меня в феврале 2015 года. Эти провокации закончились убийством Бориса Немцова, ну а из меня решили сделать политический труп именно из-за того, что я организовала и вела проект «Груз-200» из Украины в Россию. В России действует такая организация, как «Альтернатива», которая собирает доказательства о том, что в России существует рабство. Наши организации, движения, партии, такие как «Парнас», «Солидарность», «Объединенный гражданский фронт», мы собрали массу других доказательств того, как нарушаются права и свободы российских граждан на территории самой России. Собрано масса доказательств того, насколько нечестными являются выборы в России. Выборов в России как таковых нету, потому что все абсолютно давным-давно заточено под «Единую Россию», что бы мы ни предпринимали. Играть с этими игроками на их крапленом поле абсолютно бесполезно. Вместе соберем в кучу все эти доказательства, то в этом случае мы сможем инициировать такой же международный процесс, такой же международный трибунал, который был в 1945 году в Нюрнберге. Вот такая у меня простая достаточно повестка, новая повестка. И если общественные организации, объединения, самые различные, из разных стран, начнут обращаться к конгрессменам напрямую к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, напрямую к судьям ГАГского трибунала, присылая им обобщенные материалы, в этом случае мы сможем инициировать подобный процесс, который был в прошлом веке над фашизмом. Вот с таким предложением я выхожу к вам, предлагаю его обсудить, вынести его на повестку дня и начать делать что-то конкретно, а не просто приезжать, собираться, разговаривать, разъезжаться и снова все будет оставаться на прежних местах. Итак, это буквально несколько слов из большого обращения блогера Васильевой к форуму «Свободная Россия», который сейчас проходит в Вильнюсе, если вы знаете. Меня попросили это прокомментировать, и я выскажу свое личное мнение и относительно этой женщины, которая, конечно, глубоко заблуждается, и вообще всей ситуации в целом. Я сразу скажу, что подобные заявления – это такие типичные популистские заявления, которые, конечно же, отзовутся в большинстве сердец и будут горячо поддержаны всеми людьми. Но на самом деле они ничего за собой не несут. Я вообще плохо знаком с этой блогершей, я уже один раз говорил о ней, мне начали писать, вы не в курсе, она такая большая правозащитница. Я могу назвать легко 20-30 имен, кто уже больше 20 лет в оппозиционном движении России, а вот госпожу Васильеву я среди них не видел, значит, не настолько, еще раз я говорю, была она большая. Ну, а самодеятельности в России, конечно, хватает. И, как я понял, эта женщина чем-то там занималась, смогла получить политическое убежище в Финляндии. Это замечательно, это уже хороший лично для нее результат. Ну, вы знаете, все вот эти обращения, глядя прямо на камеру, сейчас она предложит новую повестку о форуму «Свободный России». Я даже не знаю, как это назвать. Женщина находится в каком-то своем очень узком мирке и оторвалась от реальности, я бы так сказал, если говорить мягко. Чего не понимает Васильева? Васильева не понимает, что господин Путин легитимно избранный президент. Ни одно государство, демократическое, европейское или, будь то, Соединенные Штаты, никогда не начнут никакого судебного процесса против легитимно избранного президента. Почему? Потому что фантазии Васильевой и влажные фантазии всех остальных, они могут фантазировать сколько угодно, но доказать то, что президент избран неправильно в результате фальсификации, что его не поддерживает население, достаточно сложно. Тем более, что ситуация в России показывает, и то, чего не понимает Васильева, что на самом деле в стране есть поддержка Путина. И как я уже говорил, Россия – это страна миллионов Путиных. Она просто не знает свою страну, я еще раз говорю, находится в своем мирке и не смотрит вокруг себя. Если бы она посмотрела на опросы того же «Радио Свободы», ну так, два, три, пять подряд, в лучшем случае она могла бы сказать, что вообще в голове у этих людей, какой субстанцией набиты эти мозги, кто из раза в раз произносит стандартные фразы о величии России, о том, что Путин хороший, бояре плохие, вся проблема в Медведеве и так далее, и так далее. Украина – агрессор, США – агрессор. И таких людей хочет Васильева или не хочет Васильева, но приблизительно 60% населения. Так что Путин – это отражение ситуации в стране. Воровской Путин, воровское окружение, вся эта банда, вся эта мафия – это не только сверху, она на местах. В каждом городке, в каждом поселочке своя, извините, мафия, своя заварушка. Каждый тянет в свою сторону, каждый губернатор, каждый мэр города, каждый главврач своей больницы, каждая сраная директор детского сада. И эта ситуация реальная в России. Поэтому прежде чем говорить о том, что Путин плохой, нужно заглядывать вообще в лицо этого народа и помнить, что каждый народ заслуживает свое правительство. Понятно, да, моя мысль? Что, извините, не жизнь такая, люди такие. Чтобы понять, что это именно так, достаточно посмотреть по сторонам. Вот сейчас идет волна протестов в Париже. Многие говорят, ах, боже мой, европейская демократия умирает, вот туда понапустили мусульман, беженцев. Франция больше не Франция, старушка Европа вот-вот загнется. А нет. Вот как была Франция год, два, три тому назад. Я делал множество роликов по этому поводу. Чем парижане отличаются от москвичей? Да тем, что даже если парижанин – это недавний алжирец, или парижанин – это выходец из Сомали, он все равно в Париже борется за свои права. Парижане отличаются от москвичей тем, что они чуть что создают баррикады. И если их идет толпа в несколько тысяч и требует отмены акцизов на бензин, то они жгут подряд все встречающиеся машины и бьют все возможные витрины. Поджигают все остановки, выходят туда в велосипедных и прочих шлемах в масках, заранее зная, чем они будут заниматься. А что в России? А в России соберется толпа кое-как в пять тысяч с надувными уточками и кроссовками на шее, покричат «Позор, позор!» Вы все это видели. Пять-шесть ментов несут одного ребенка за шкварку, и здоровые мужики стоят и фотографируют это на мобильнике. Госпожа Васильева, это ваш народ, это ваша страна, вы детей своих собственных от полиции отбить не хотите и не собираетесь. Вы с кем власть решили менять? С этим крепостным народом? С этой рабской ментальностью? Вы посмотрите на хронику последних митингов, которые кое-как организовал ангажированный Алеша Навальный. Вы просто посмотрите на это. Я хотел делать отдельно ролик о вот этих вот ребятах, которые устраивают парад, идут такой организованной толпой, купаются у вас там в фонтанах, а буквально за несколько дней до этого на этой же площади скручивают вот таких вот деток. Где вот эти бравые ребята? Почему они не становятся на защиту своих детей? Почему вот эти ВДВшники не вышли впереди толпы такой сплоченной колонной? Это подготовленные люди, которые могут дать отпор, как они говорят, даже вооруженному полицейскому. Почему они не идут впереди толпы? Почему за ними не идет такая же колонна казаков с нагайками, которые за народ? Почему вот это невозможно организовать? Да потому что госпожа Васильева, если вы еще не в курсе, вот эти ребята, способные оказать сопротивление, целиком и полностью за Вову Путина. Они готовы на войну с Европой, на войну с США, они мечтают захватить Киев и тому подобное. Вот вы их переубедите в том, что Путин плохой, а потом будете взывать о суде в Гааге. Что еще не понимает госпожа Васильева? Она так легко разбрасывается словами «Мы устроим суд наподобие Нюрнбергского». Но она при этом забывает, что Нюрнбергский процесс был возможен только в результате капитуляции Германии и полного поражения немецких войск. О каком суде над действующим президентом может идти речь в стране, где президент-главнокомандующий, у него есть доступ к ядерному оружию и ему подчиняется множество военных формирований, включая Росгвардию, экстренные войска в Чечне и прочее. Кто решится этого президента арестовать или, может быть, заочно судить и тем самым провоцировать смену режима в стране? Какая, извините, демократическая страна пойдет на это? Ответ – никакая. Если в России когда-нибудь произойдет смена режима, и если новое правительство, в чем я очень сильно сомневаюсь, скорее всего, следующее правительство – это будет Путин-2, Путин-3, еще раз повторяю, Россия – это миллионы Путина, и новый преемник Путина, которого продвинет эта же самая мафиозная группа, будет кричать вам точно так же, как сейчас аккуратно говорит Алеша Навальный, «Ты, главное, уйди, дорогой, а мы тебя трогать не будем, я лично гарантирую тебе неприкосновенность». Так вот, 99% – мое личное предсказание, что следующий после Путина будет изо всех утюгов, телевизоров и газет внушать мысль, что, дескать, не надо трогать Путина, давайте просто заниматься своими делами. Проще говоря так, никогда вы Путина на скамье подсудимых не увидите. Я уже говорил, если эта ситуация действительно коренным образом начнет меняться, и непосредственно затрещат кошельки и карманы элиты, Путина, скорее всего, приберут к рукам, поставив другого, кто будет изображать демократические изменения, на самом деле будет Путиным два. Вот этот сценарий, скорее всего, возможен. Никто никогда не отойдет от газа и нефти, от огромного потока денег, которые они контролируют. Они вырастили своих детей и готовят преемственную элиту по типу аристократии. Их дети, племянники, внуки уже давно находятся на руководящих постах и все между собой распределили. И уже речь давно не о персонально Путине, а о тысячах тех, которые сейчас находятся у ручегов власти благодаря системе, которую он построил. Эта система сломается только, если развалится сама страна. И это именно то, о чем говорит форум свободной России. Если бы госпожа Васильева немного слушала, о чем говорят журналисты и бывшие политики на этом форуме, то она бы поняла, что, в общем-то, у большинства из них давным-давно нет никаких иллюзий в отношении России. Процентов 60 присутствующих там давно находятся за ее пределами. Что происходит? Простое население вымирает, умные выезжают, в том числе и Васильева, ищут себе прибежище в других странах, потому что понимают, что изменений не будет ни за 5, ни за 10, ни за 20 лет впереди. Чем вообще занимается форум свободная Россия? Первоначально была идея о составлении дорожной карты. В случае, если вдруг в России начнутся какие-то глобальные изменения, в момент транзита власти нужно будет знать, в каком направлении двигаться, для того, чтобы не получилось вторая ситуация, такая же, как в 90-х, когда было много свободы, но никто не знал, что с этой свободой делать. Так вот, форум свободная Россия это не политическая сила, она не выражает интересов в какой-то одной партии. Это просто люди, кто высказывает свое мнение, как бы было хорошо, если бы были соответственные условия. Но, наблюдая за форумом уже много лет, я понимаю, что нынешние участники все более и более пессимистичны в отношении России. И все больше люди говорят, что, скорее всего, перемен не будет. Ну, а призывы к международному сообществу о том, что в России есть рабство, о том, что там геноцид русского народа и прочее. Знаете что, господа Жа Васильева, если вы до конца не понимаете, то я скажу вам, ни Европу, ни США судьба России по большому счету не волнует. Конкретно Германию интересует дешевый газ, который Путин прекрасно поставляет. И даже если фрау Меркель пытается что-то там говорить об очередных санкциях, она тут же конфронтирует с огромной противодействующей силой. Очень многие парламенты многих европейских стран согласились с тем, что они закрывают глаза на безобразие в России за российский дешевый газ. Эта ситуация, нравится вам или нет, устраивает большинство. А изменения внутри страны, то есть строительство демократических институтов, свобода прессы, создание новых судов, это ваше внутреннее дело. Хотите за это? Боритесь. Боритесь, если можете. Не хотите? Сидите и наблюдайте, как это происходит в других странах. Вот и весь ответ. Не придут к вам английские судьи и не устроят свой независимый английский суд в вашей стране. Или не придут к вам свободолюбивые парижане и не начнут ничего громить за вас, добиваясь ваших свобод. Помните, что смена власти, хотя бы попытка смены власти в Украине, стала благодаря тому, что там до этого много лет была относительная свобода в СМИ. Прежде чем состоялся последний Майдан было два предыдущих Майдана. Не забывайте об этом. В России даже близко нет подобной ситуации. Что стоит собраться людям, как я уже говорил, стать тройным кольцом вокруг Останкина и требовать смены, полной смены состава всего пропагандистского картеля, начиная с Константина Эрнста, Кулистикова и прочих. Почему люди хотя бы не добьются свободы слова в своей стране? Потому что они пассивны. Потому что Россия – это миллионы маленьких Путинах. Кого же вы решили засудить, госпожа Васильева, всю страну? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!